всем здравствуйте сегодня в общем то я села лицом в кадр никакого обзора пряжи не будет будет просто так болталочка и инструкция я хочу в общем то для тех людей которые у меня заказывают пряжу или хотят заказать и что-то не получается я хочу для вас вставить видео с инструкцией по пользованию интернет-магазина с телефона в общем то с компьютера все я думаю ясно и понятно там вообще вот проще не бывает с телефоном немножечко вот как-то там но это опять для неопытных те кто часто пользуются гаджетами интернет-магазинами то там вполне понятно ну в общем то там легко как во всех обычных интернет-магазинах есть фильтры есть значит категории товара по брендам есть есть по составу по ценовому по ценовой категории в общем все это я хочу показать но давайте я начну с того что в общем это будет потом в конце ролика я вам просто вставлю видео которое я сняла для вас с экрана телефона в общем я его вам вставлю ну а сейчас я смотрите к вам пришла сегодня нарядная в новой маечке сейчас я встану и в общем вы посмотрите он немножечко помялась в общем вот такая майка получилась у меня абсолютно свободная ну мне показалось что она немножечко как бы длинновато можно было сантиметра на 4 покороче но теперь как получилось в общем то я довольна я довольна очень и этой пряжей прям вот суперская пряжа она есть в наличии это пряжа которую как говорят ализе снимается производства девочки пряжа cotton baby софт сейчас камера вам наоборот показывает так cotton baby софт здесь это номер цвета 250 ее по моему 6 мотков есть и у меня ушло на эту майку 450 граммов но там у меня остался я не взвесила сколько осталось наверное пол мотка осталось примерно мотки 100 граммовые сейчас скажу метраж 270 метров на 100 граммов так оттенки есть не знаю снимают ли ее с производства не снимают вообще у это у этого артикула от ализе я бы не сказала что там большая богатая палитра но есть оттенки но их не так много как например в диве или как в ализе cotton gold cotton gold там вообще я не знаю сколько там у них около 60 по моему оттенков у артикула или больше даже вот мне понравилось девочки чем понравился уже рассказывала 150 раз но еще скажу ладно для тех кто может быть не смотрела кто случайно попал на мой канал про брошку тоже скажу хотя уже тоже рассказывала в общем ложится она ровно рядности вообще нет вот смотрите сейчас поближе ну хотя рядность ее нужно с изнанки смотреть да но все равно когда петли пляшут их видно сразу вот пряжа ложится ровно вязала я на спицах номер 4 если конечно вам кому-то необходим мастер-класс но это если уж прям многим будет нужен то я сниму экспресс так я ее вообще не снимала эту маечку просто вязала вот так по вечерам я уже говорил по два по три часа за вечер когда как позволяла время вот в общем то там пришли у этой пряжи бежевый очень красивый оттенок девочки есть такой и мятный есть голубой красный молочный темно-синий которые называют на сайтах на многих петрольный в общем посмотрите в магазине в интернет-магазине ссылочку конечно же я оставлю под видео и может быть если вам понравится то возьмете вот и хочу там еще кое-что вам сказать про заказы теперь почту вы будете оплачивать не мне я в общем то всегда раньше оплачивала почту сама да и вам присылала уже трек номер и расходы почтовые но так как много недовольных и тем кому-то там дорого это не я придумываю стоимость пересылки ваш регион а подсчитает приложение теперь вы будете платить у себя сами на почте за пересылку я лишь беру в свой буду включать заказ стоимость пакета то есть у меня пакет есть ну там зависит от вашей посылки если ваша посылка маленькая то там идет мешок вот этот пакет упаковочный за 10 рублей бывает потом за 20 рублей большой и есть у кого очень тяжелая посылка там идет за 50 рублей очень прочный мешок они такие черные мешки в общем вот так вот за мешок я буду брать за пересылку будете платить на почте при получении раз вас не устраивает цена по которой я вам считаю не я считаю приложение считает я только вбиваю ваш адрес и все вот некоторые спрашивают сколько стоит там например два килограмма пряжи в такой-то регион да я считаю ну пусть там будет насчитали 350 рублей в итоге человек покупает 4 килограммы посылка стоит 450 рублей и спрашивает а почему так дорого ну потому что вы взяли и набрали больше пряжи уже вес другой и значит приложение считает его по-другому это например в москву у нас идут там по моему до 5 килограмм практически по одной цене там не так дорого вообще в москву почему-то самый дешевый пересылка например ну если взять например тамбов которые от меня там 100 километров я живу в тамбовской области и москву которая 500 километров от нас то цена цена пересылки одинаково вот там 300 рублей с копейками вот так дальше вот по почте сказала вам так на сайт сегодня добавились на на сайт интернет-магазина сегодня добавила симфония но не было поставки я просто добавила то что у меня есть в наличии там ну красивые там цвета у меня еще васильковый есть синий есть два две аж упаковки номер цвета 2101 не две упаковки там а одна упаковка цела 10 мотков в одной упаковке 9 мотков ну в принципе до 56 размера хватает упаковки на майку да я вот вязала то можно было чуть-чуть поуже связать можно было бы из 9 мотков свободно связать как бы я немножко пошире сделала но я вообще не очень люблю вот это обтягиваться руки полные тут грудь это все сзади и лусеницы в общем то ну понимаете сами и это некрасиво когда все это обтянута так у меня здесь просто девочки это шпаргалка я всегда что-то забываю так симфония добавлена ну посмотрите просто сами что там есть посмотрите в наличии значит голубой там там еще какой-то по моему лосось цвет есть он кстати вон он вон он вон он вот он пальцем я прям вот дальше и добавлен хэппи фит так по хэппи фиту добавлен хэппи фит ой у меня девочки столько много заказов на этот хэппи фит я сегодня листал тетрадку и вот понимаете я за открыла тетрадь и смотрю что вот там мне по на заказывали люди вот просто знаете носочные феи они ищут пряжи которые уже не существует я так поняла вернее она существует но каких-то номеров цветов не существует их уже не производят вот и они мне написали заказы ты поищи оксана я зашла значит на официальный сайт газала этих цветов нет а значит этой пряжи уже нет и не будет значит ее не выпускают девочки когда вы мне даете такие задания вы подумайте пожалуйста прежде чем вот это просите искать меня ну мне во первых как бы если ее нет то значит и ее нет значит она только есть в розничных магазинах я потом поискала в розницу есть там пятьсот шестьдесят рублей по моему цена идет и выше вот так что и искать то чего нет уже на оптовых складах естественно этого нет там не валяется пряжа она заваляться не может такая пряжа как хэппи фит вот и поэтому давайте не будем усложнять мне жизнь с вашими заказами все я по вычеркивала все эти хэппи фиты их нет и не будет уже никогда может быть через десять лет угазал возобновить свои а может быть придумает что-то новенькое лучше красивее и в общем то вот дальше вот сейчас знаете что скажу вот не хотела рассказывать но сейчас начну будут все спрашивать так девочки китай выпустил но новую пряжу название не буду говорить не буду говорить название клянусь не скажу потому что это прям новинка вот новинка состав у пряжи 40 процентов альпака 20 процентов хлопок и 40 процентов нейлон тоже универсальная пряжа отзывов отзывы пока только есть на китайском одном сайте но отзывы все-все до одного положительные вот я видела на одном сайте на одном российском в одном российском интернет-магазине эту пряжу стоит она там 400 рублей за 50 за 50 граммовый моточек моточки выглядят точно так же у этой пряжи как и выглядят матки с чем с норкой вот я хочу привести эту пряжу стоить она будет не 400 рублей а 200 разницу до улавливаете вот я хочу ее привести там очень красивые расцветки но очень просто сейчас скажу сколько здесь оттенков пока вот я вижу так один два три четыре пять шесть раз три четыре 24 оттенка пока вот я вижу на сайте и значит я думаю что нужно привести ее эту пряжу эту новиночку китайцы молодцы мне кажется они хотят переплюнуть вообще всех и все и турцию и норку надо привести потому что тоже очень много спрашивают норку уменьшаю значит количество завозимой летней пряжи но буду конечно пока возить но и тоже ну в общем то ее сейчас у меня много вот это практически все что перед вами это все летняя пряжа и еще у меня у меня витрина вот так буква г стоит вот это вот с правой стороны еще целый хвост здесь стоит тоже там летняя пряжа и носочная пряжа носочка у меня вот да все отдельные там не вот немножко летний пряжа то есть пока ее хватит если буду там понемножку пополнять или но если вдруг что-то новое появится симфонию я тоже обещала привести девочки я очень жду ее поступление на склад она не везде есть по нормальной цене чтобы я ее могла продавать там минимум по сто двадцать сто двадцать пять рублей но не везде она есть там где она есть там у нее закупка сто двадцать зачем нам такая симфония да такая симфония нам не нужна поэтому подождем еще немножко потом я знаю вообще adora dream тоже у меня ждут и нордик ждут нордик девочки будет но позже сейчас не сезон вот не сезонный товар его просто нет на складах вот сейчас все а думают все о летней пряжи фабрики о летней пряжи занимаются летней пряжей склады тоже занимаются поставками летней пряжи в общем одна оксана решила заказать вот эту зимнюю пряжу которая пока по такой классной приятной цене вот это китайская пряжа название не буду говорить вот это пока секрет когда я ее привезу в об этом мои зрители об этом узнают первыми так что еще то про брошку да я уже показывала брошку делает не на владимирова я девочки заказала себе бабочку прям именно вот на эту маечку но я жду ее пока пусть жук живет здесь он кочует у меня с одна с одного изделия на другое ну я только начинающая красотка которая носит бабочки вот заказала бабочку ой за носит брошки заказала бабочку и заказала у нее божью коровку но я не могу я больна прямо ее брошками как вспомню пара брошки прям вот так их руки чешутся идти в это вк и посмотреть у нины брошки ну просто красота потом девочки я прошлый раз показывала и тоже рассказывала про не это не реклама вообще меня никто не просил рассказывать это просто чисто моя инициатива вот и вы даже с моими в общем-то давнишними приятельницами некоторые покупательницы уже давно у меня приобретают пряжу ему уже как бы в приятельских таких отношениях общаемся и мы уже с несколькими девочками обсуждали эти брошки девочки там заказывали тоже ну правда но глаз не отвести девчонки просто хотя бы сходите полюбуйтесь тоже вам оставлю кстати вот прям это же легкий товар такой вот этот жучок полторы тысячи был и пересылка там но она далеко по-моему где-то на камчатке что ли не буду в общем в рате точно можно конечно сейчас зайти посмотреть у меня передо мной тут компьютер стоит тогда нина живет в городе елизово и это камчатский край вот так в общем кому может близко тому ну вот сейчас две брошки мне не на отправила но это от нас очень далеко камчатский край от нас это просто очень очень далеко и там пересылка по моему 3 около 300 рублей что-то составила вот так что еще хочу сказать что ко мне едет на данный момент на данный момент и едет спицы один unicorn 2 и 2 с половиной тройка и три с половиной кажется в общем те кто заказывали все записано не очень я их много набрала девочки они очень дорогие за просто жесть в общем цены на спицы официально стоят а у меня в магазине дешевле продавать нельзя пряжа и эти спицы вообще они у них закупка очень дорогая доллар и вообще у них закупка зависит от доллара у всей импортной пряжи цена зависит от доллара и у российской тоже от доллара сырье российской пряжи пока у российской фабрики покупают за рубежом тоже все в общем а доллара от нефти кстати тоже потому что состав пряжи входят акрил полиамид и прочие вот все искусственные они практически все делаются изготавливаются из нефти из нефти и там еще в общем химическим путем все умеют делать так едет что едет детский хлопок едет эта пихорка и носочка носочка едет турция значит ну вултайм как обычно потом и артисан я обещала что артисан приедет вот нельзя обещать конечно вот это прям тоже моя ошибка какая-то ну в общем то мне потому что обещали я с поставщиками как бы со своими общаюсь и хорошенько прям воду хорошенько общаюсь потому что наверное я надежный покупатель то что я прошу мне привести иногда я просто прошу запишу менеджеру привезите для меня вот эту пряжу не привозят ее лично для меня и я ее всю выкупаю вот я просила привести артисан всех оттенков вот которые есть всю линейку привезти в общем то они мне обещали я ждала и людям обещала говорю что вот скоро артисан приедет всякие разные оттенки но не тут то было артисан приехал но не всякие разные оттенки мне очень хотелось чтобы у меня был 11 номер цвета 433 номер цвета еще там в общем то приехали оттенки но не все но все что приехала я заказала новые оттенки не приехали но вроде по на другом складе я их видела пока до дело дойдет до новой закупки не знаю разберут или не разберут их там в общем вот так в общем девочки я спросила но почему же вы же мне обещали что вы привезете мне артисан всю палитру мне так хотелось я обещала на что мне ответили что фабрика выслала то что у них было то есть в наличии они сейчас не занимаются производством артисана в данный момент то есть сейчас все заняты производством летних артикулов и им не до не до наших не до нашей носочной пряжи но тогда уж ладно что будем делать будем ждать конец августа уже начнется в общем начнут производить я думаю что ассортимент уже пополнится конец августа сентября и уже прям сто процентов должно быть все в большом ассортименте так про новую пряжу рассказала вам да так вроде бы все про почту я сказала что теперь то вы будете сами на почте платить за свои посылки нет конечно я забыл так дальше по еще по сайту а теперь на сайт добавлен номер карты но в интернет-магазине заходите делаете покупку оформляете заказ там нужно один раз сделать оформление потом подтвердить заказ пока вам не придет надпись прямо у вас будет ваш заказ принят пока вы эту надпись не увидите я не вижу ваш заказ вот и сейчас добавлен номер карты вы расплачиваетесь и ждете письма потом в ответном письме отправляете чек об оплате почтовые расходы я теперь не буду присылать вам буду присылать расход только упаковочного материала а упаковочный материал у меня это мешок за 10 рублей мешок за 20 рублей и мешок за 50 рублей все зависит от веса посылки если там посылка где-то полтора два килограмма то там идет он за 10 рублей остальные все уже за или за 20 или за 50 уже наболтала полчаса почти хотела небольшое видео снять да ну вот и я сейчас вам девочки вставлю в общем ролик как пользоваться пользоваться интернет магазином с телефона так а еще что у меня было добавлено я наверное не говорила что у меня добавлен кузи пух рассказовский ангорка рассказовской это все уже тоже добавлено на сайт и это пряжа есть в максимальном количестве оттенков которые можно было приобрести на складе я все привезла все они там есть вот какие какие есть на складе может быть ее вообще больше не будет этой пряжи но я не утверждаю дива тоже дива тоже говорят сняли но пока вот на складах она есть и поэтому я ее пока вожу и дива плюс тоже говорят сняли вот и начала я тоже вязать дома образец связала из дивы плюс конечно обалденная пряжа сниму девочки на нее отдельный обзор там тоже прям ни одной петли рядности вот ни одной до такой степени ровно ложится прям вот вообще обалденно она чем-то схожи конечно у нее шелковистость больше но по толщине хотя вот дива плюс она 220 а это 270 у них одинаковая почти толщина сама сама вот толщина пряжи тоже я ее на четверки вижу и у меня плотность петель я образец связала измерила плотность петель практически как вот у этой там вот чуть-чуть прям маленькое расхождение но я начала вязать чуть-чуть прям поменьше и чем вот это маечка но в принципе мне вот это нравится хорошие прям вот и свобода облегания вот это прям вот моё единственное что я хотела я немножко хотел чтобы она была покороче но увлеклась я наверное вязанием и уже когда начала плечи закрывать то обнаружил что я перевязала немножко ну ладно распускать не стала в общем то все наверное на этом я буду заканчивать свое видео всем пока дальше ролик инструкция пользования магазином всем пока пока до новых встреч давайте я сейчас покажу на своем примере например я зашла не как хозяйка магазина на данный момент а как покупательница прошла по ссылке и мне открылась вот такая страница да здесь очень много моточков чтобы не просматривать все матки идти с определенной целью мы нажимаем у себя на экране выбрать фильтр вот смотрите над моточком сиреневого цвета есть два слова выбрать фильтр нажимаем так ну ценовой диапазон вы можете себе задать какой вам нужен цена от 0 рублей до 1100 стоит по умолчанию что вы хотите аксессуары крючки принадлежности пряжи рассказовская пряжа спицы в общем здесь как бы я буду искать по бренду самый простой вариант мне вот нужно ализе на данный момент нажимаю бренд ализе нажала его вот у меня вышла вышли все артикулы пряжа ализе которые есть в магазине ализе cotton baby soft ализе cotton gold ализе дива ализе супер вошь артисан комфорт сок с вултайм был амбре ботик cotton gold ботик cotton gold практика дива ботик и дива плюс мне нужна дива плюс до нее дошла я и смотрите нажимаю кнопку выберите параметры выбираю параметры нажимаю на эту кнопочку мне открывается все характеристики дива плюс до бренда ализе типа окраски однотонная длина матка вес матка рекомендуемые спицы и крючок в общем страна турция тип пряжи и цвета дива плюс пожалуйста представлена вот такая палитра мне нужно я хочу взять себе горчичный цвет вот этот вот например сразу вверху над всеми вот кружочками цветам написан номер этого цвета мне сейчас открыли дива плюс 233 номер цвета и внизу видим сколько штук в наличии на данный момент есть 15 мотков в наличии и у нас здесь мы можем сразу например поставить сколько мне нужно моточков мне нужно 5 моточков я плюсик понажимала вот здесь рядом со словом в корзину розовое слово и нажимаю в корзину можно и один моток бросить и потом прибавить уже в корзине в общем я положила да мне пора в общем то все я больше ничего не хочу покупать если вы хотите покупать то вы нажимаете назад вот стрелочку назад вы перешли опять сюда или вот так и вы перешли снова в категории вот таким образом да но мне все мне больше ничего не надо я это закрыла все и я перехожу в корзину можно нас нажать та корзина которая вот вверху сумочка нарисована верхнем правом углу или вот здесь внизу тоже написано слово корзина сейчас почему-то отображается ноль но это возможно у меня какой-то глюк нажимаю нижнюю корзину корзина пуста почему-то да ну ладно а а здесь так сейчас тогда пойдем все сначала заказывать положу один моток в корзину посмотреть корзину можно нажать вот смотрите уже 6 оказалось но это глюк корзина какой-то убрала один моток лишний все у меня лежит 5 мотков по 140 рублей сейчас под итог стоит 840 но он сейчас пересчитается дальше что мы делаем нажимаем кнопку оформить заказ оформляем и дальше у нас будет поле поле в котором если вы никак еще ни разу не оформляли заказ то поле который нужно будет заполнить имя фамилия потом здесь название компании это не надо страна регион россия только россияне могут за делать заказы и адрес советская там вот и у меня например адрес до и индекс номер телефона и почта все что с красными звездочками email номер телефона все это заполняется обязательно дальше примечание к заказу у кого коробочки у кого какие-то еще там пожелания кому нужно положить и отложить чтобы и полежала до следующего еще заказа все прописываем вот в этом поле вот примечание к заказу который называется пишем хоть целое письмо написали да или не написали ничего это на ваше усмотрение делаем подтвердить заказ вот пока вы вот эту кнопку не нажмете я ваш заказ не вижу подтверждаем ваш заказ принят благодарим вас опускаемся смотрим что у нас здесь сумма заказа метод оплаты будет оплата на карту и пожалуйста вот внизу номер карты оплачиваем сохраняем чек и ждем когда я пришлю письмо на оплату можете сразу даже не оплачивать ждете когда я вам пришлю письмо смотрите номер карты сейчас есть уже на сайте так что в интернет-магазине можете пожалуйста оплачивать на него но я в общем не убрала оказывается один моток поэтому мне ушел заказ на 6 мотков если какие-то возникают проблемы если у вас вот например такая ситуация даже хорошо что на данный момент я не исправила свои 6 мотков мне нужно 5 моточков до звоните по этому номеру вот здесь сверху трубочка нарисована на нее нажали вот он номер и посмотрите этот номер хотя бы возьмите запомните себе его запишите что это территория вязания я иногда звоню и есть люди которые не берут трубку потому что номер вроде как знаете с таких номеров часто звонят но бывают мошенники запоминающийся номер я специальный вот такой себе приобрела вот так что запишите что это номер территории вязания если вы планируете заказывать пряжу у меня например все номера всегда были сохранены всех интернет-магазина в которых я что-то приобретаю для того чтобы я видела что мне звонят а для уточнения заказа для уточнения платежа в общем то вот так ну сам сама себе сейчас я звонить не буду но здесь можно этот номер взять и внести себе телефонную книгу когда открываем компьютер я тоже буду делать запись там в принципе то же самое все там номер прописан сразу вот в этом поле в верхнем в розовом поле там я думаю что я все пошла я сама у себя приму заказ я собралась на самом деле взять эти пять моточков чтобы вязать для себя маечку очень долго выбирала хотела темно-синий но решила все таки брать вот эту горчичку такую или олива если у вас какие-то например возникают вы случайным образом отправили не ну не то количество мотков какое вы хотели вы можете позвонить потому телефону который я только что вам показала я сама исправлю количество ваших мотков